Бойцы невидимого фронта, а так сегодня, называют военнослужащих 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Он сформирован 31 января в 2007 году и выполняет такие задачи, как подавление радиосвязи, радионавигация, также техническая защита информации. Одним словом, делается все, чтобы невидимый фронт был чистый, безопасен. Чтобы результаты поставленных задач были на высоком уровне, всегда есть тот, кто объединит коллектив и поведет за собой. И этот человек – командир части. Командир – голова. Нет командира – нет победы. Выполняя все вместе, выполняя волю одного человека, достигают общей победы. И решающая роль – всегда командир. Однако командирам в воинских частях свойственно меняться. В этот раз на строевом плацу состоялось прощание с боевым знаменем уже бывшего командира 48-го отдельного батальона РЭП Евгения Козила. Выступая перед сослуживцами, офицер с гордостью и легкой грустью говорил о службе в Бресте. Вспомнил дни легкой боевой учебы и успехи коллектива, достигнутые под его командованием. И пожелал своим коллегам и военнослужащим продолжать славные гвардейские традиции. Много грусти есть, когда уходишь с места службы, где провел определенное количество времени. Конечно, очень рад и очень горд тем, что я служил в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. В данном коллективе, в котором прошло мое становление как офицера, потому что первое место службы тоже было здесь. Это хороший, сплоченный коллектив, с которым можно выполнить любую задачу. За даже истекший год батальон участвовал в нескольких учениях различного плана на территории Республики Беларусь. И успешно выполнял все поставленные задачи, которые перед нами ставились. Личный состав батальона постоянно совершенствует свои навыки и умения по овладению вверенного нам вооружения военной и специальной техники. И только совершенствует свои умения. Подполковник Евгений Козел преклонил колено перед боевым знаменем части, а личный состав отдал должное командиру, пройдя торжественным маршем. Сегодня Евгений Козел также передал все образы правления новому командиру 48-го отдельного батальона РЭП Вадиму Шкоде. А тот, в свою очередь, отметил, что горд был служить под руководством такого грамотного и умелого командира. Он умело, грамотно руководил личным составом. Это отмечалось на многих учениях, которые проводились под его руководством и также под руководством старших начальников. Он внес очень большой вклад в развитие нашей воинской части и, конечно же, воспитание личного состава. Так как личный состав сейчас также находится на высоком уровне, выполняет различные задачи по предназначению. Это подтверждает многие учения, проводимые как под руководством начальника генерального штаба нашего командующего войсками западно-операционного командования, также начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба западно-операционного командования. И наш батальон, это не секрет, он был отмечен лучшей воинской частью под умелым руководством нашего командира. Задачи стоят перед воинской частью те же, что и стояли. У нас самая основная задача – это служить, выполнять то, что сказано в общегоинских уставах, и задачи, которые ставит наш непосредственный начальник, старший начальник. Поэтому все, как и было, так и все будет происходить дальше. Поэтому ничего нового здесь не изменится. Просто задачи могут выполняться еще более сложные, более специфические, но все эти задачи нам по плечу, и личный состав нашей воинской части, он с ними справится. Я уверен в этом на 100%. Анастасия Милишкиевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.